Баскетбол и волейбол, настольный теннис и тайский бокс. И это далеко не все секции и кружки, которые посещают ученики Новоликеевской средней школы Кстовского района. Это действительно хороший подарок. И мы очень... Мне кажется, вся школа будет играть только этими мячами. Они очень хорошие и понравились. Стараниями учителя физкультуры школа стала центром, где можно отработать свои спортивные навыки. А с новым инвентарем, полученным в рамках программы «Школьный спорт», сделать это стало гораздо проще. Инвентарь всегда в школе не хватает, тем более в сельских школах. Хочется, чтобы на сельские школы особое внимание уделяли. Спасибо огромное, спасибо «Единой России» в данный момент, что помогает, поддерживает. Сказали, у вас нет матов. Мы об этом уже поговорили, я думаю, что проблема будет решена. Программа по ремонту сельских спортивных залов «Школьный спорт» партии «Единая Россия» будет продолжена и в этом году. В рамках проводимой «Единой России» акции «Детский спорт» часть школ Нижнего Новгорода, области, попали в эту программу. И школа Новоликеева, одна из детей школ, которая оказалась участником этой программы, она принесла пользу детям, будет определенным толчком для других директоров школ стремиться попасть в программу, получить инвентарь, развивать физическую культуру учащихся. И кто, как непрофессиональные спортсмены, должны нести такую радость в школы? Анастасия Максимова уверена, физкультура на уровне школы помогает вырастить здоровых и спортивных детей. Нужно детям прививать к спорту большую любовь именно с детства, именно со школы, потому что первое, где они начинают заниматься спортом, это на уроках физической культуры. Надеемся и дальше будем продолжать этот проект, потому что, конечно, впереди еще много сельских школ, и не только относящиеся к сельским населенным пунктам. Мы сейчас работаем над тем, чтобы расширить этот проект для городов, скажем так, небольших сельских городов. В этом году в 20 школах Нижегородской области будет выполнен капитальный ремонт спортивных залов. На эти цели из федерального и областного бюджетов уже выделено свыше 25 миллионов рублей.